Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 января. Память преподобного Павла Камельского. Преподобный Павел родился и воспитывался в царствующем славном городе Москве около 1367 года. Родители хотели сочетать его браком, но святой Павел не пожелал этого. И тайно, оставив родительский дом, не взял с собой ничего, ушел в местность, называвшуюся Прилуг, находившуюся во владении монастыря Живоначальной Троицы, основанную преподобным Сергием Радонежским Чудотворцем. Здесь, в обители, в честь Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, блаженный юноша принял иноческое пострижение. Пожив здесь недолго, святой Павел перешел в обитель преподобного Сергия, где и пробыл под духовным руководством великого старца 15 лет, живя в отшельнической келье. После того святой Павел и спросил у преподобного Сергия благословения удалиться в пустыню и жить там в полном уединении, переходя с одного места на другое. Потом блаженный подвижник отправился на Белое озеро к преподобному Кириллу, в основанную им обитель Успения Пресвятой Богородицы. У преподобного Кирилла святой Павел жил некоторое время в уединенной келье и затем снова удалился в пустыню на реку Одрол. После недолгого здесь уединения преподобный Павел пришел в Галлическую область, в великую пустынь Пресвятой Богородицы, и поселился в отшельнической келье, но изгнан был оттуда игуменом пустыни. И перешел в городец на Волге, где и пребывал в Феодоровском монастыре. Затем уединенно предавался иноческим подвигам в разных пустынных местах, пока не пришел в Камельский лес. Здесь, на берегу речки Грязовицы, преподобный поселился в дупле большого липового дерева. Три года прожил святой пустынник в этом дупле, день и ночь проводя в молитве и посте, со слезами работая Богу. Потом святой Павел перешел на то место, где ныне находится честная его обитель. Там остался преподобный до конца своей жизни, в пятнадцати верстах от уездного города Грязновца. Пищей служили ему хлеб и вода, при том самом малом количестве. Эту пищу он вкушал в субботу и воскресенье. В остальные дни святой Павел вовсе не принимал пищи, проводя все время в своей уединенной келье в молительном словословии. Великие решения претерпевал блаженный пустынник Христа ради, и многие страдания от бесов, и все это он перенес в помощь чувствуемой благодатью Божией. Однажды бесы сделали нашествие на келью преподобного и намеревались ее разрушить. Но блаженный Павел не испугался бесовских козней и посрамил дьявола силой креста Христова. В другой раз на святого напали разбойники, нанесли ему жестокие побои, и ограбив келью, оставили пустынника, связанным по рукам и ногам. Несколько дней пролежал преподобный в келье, пока не пришли в пустыню по внушению Божией добрые люди, и развязали блаженного старца. Все это безропотно переносил преподобный ради имени Христова. К отшельнической келье и преподобного пустынника во множестве слетались лесные птицы, сюда же приходили и дикие кровожадные звери, которые становились кроткими по молитвам святого, и исполняли все, что приказывал им блаженный отец. Много раз слышал святой Павел церковный звон на том месте, где поселился, и видел свет на одном месте, где впоследствии сооружен был храм во имя Пресвятой Троицы. В сопровождении ученика своего Алексея преподобный отправился в Москву и поведал об этом небесном откровении святому митрополиту Фотию. С 1410 по 1431 год, рукоположен в 1408. Святитель благословил преподобного построить храм в его пустыне, поставил Алексея сан-пресвитера и дав богатую милостыню на сооружение храма, отпустил святого с миром. Возвратившись в Комельскую пустыню, преподобный построил храм во имя Живоначальной Троицы, собрал братья и устроил в обитель, настоятелем которой поставил упомянутого выше ярмонаха Алексея. Сам же блаженный отец наш Павел жил по-прежнему в уединенной своей келье, приходил в монастырь только в субботу и в день воскресный, получал тогда своих учеников, жил по заповедям Господним и по уставам святых Отец. В то время татары напали на город Кострому, сожгли его и опустошали окрестные поселения. Множество православных христиан было тогда перебито неверными, а другие захвачены в плен и отведены в рабство вместе с женами и детьми. Татары опустошили Кострому 6 января 1429 года, в этот там и день, когда ученики пришли к преподобному. Он вздохнул и прослезился. На вопрос пришедших о причине этого святой Павел сказал, «В этот день и час нечестивые татары, взяв город Кострому, предали его огню и мечу, многих увели в плен. И все это за наши грехи, за то, что ходим в волях сердец наших». Вскоре после того преподобный Павел приставился ко Господу от трудов временной этой жизни в вечный неизреченный покой, оставив в своих учениках светлые о себе воспоминания. Скончался преподобный 10 января 1429 года. Жития его было 112 лет. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на канал!